всем добрый день с вами канал гетокласс и сегодня мы представляем наше новое начинание ролики в которых известные физики исследователи будут рассказывать о том чем они занимаются и открывает этот проект григорий фалькович выпускник новосибирского государственного университета профессор института вейтсмана в израиле специалист в области теоретической гидродинамики прикладной метеорологии истории науки и его рассказ будет посвящен управлению облаками здравствуйте я григорий фалькович профессор физики института вейтсмана и я хочу рассказать вам научную сказку которую может быть можно сделать былью эта сказка об облаках и тучах давайте спросим что мы можем сделать с облаками и стучами и первая мысль конечно которая возникает это чтобы тучи не было она куда-нибудь ушла и было голубое небо и это на самом деле умеют делать можно сделать голубое небо и большой парад на красной площади и для того чтобы понять как это делается нужно понять что облака и тучи бывают двух сортов теплые холодные теплые это те которые летают низко и в них только капельки воды холодные те которые поднимаются довольно высоко там где вода уже замерзает примерно в среднем на нашей планете температура падает 6 градусов на один километр поэтому скажем летом чтобы она упала 20 градусов цельсия до на поверхности до нуля градусов нам нужно три с половиной четыре километра и примерно на такой высоте обычно летают тучи у них верхушка заполнена кристалликами льда и поэтому сделать так чтобы они эти тучи выпали дождем и вся вода из них выпала нужно сделать так как предложил американский физик лэнгмюр а впервые в массовом масштабе применили по видимо в россии а именно нужно засеять верхушки облаков кристалликами но лед использовать очень неудобно потому что лед неудобно перевозить и и и его там наверху неудобно разбрасывать а ленгмюр заметил что кристаллы йодистого серебра очень похожи по структуре на лед и эти кристаллы можно перевозить при комнатной температуре с ним ничего не случается и действительно были сделаны эксперименты в general electric а потом было массовое применение и в россии и в китае и в других некоторых местах когда можно действительно засевать облака сверху или выстреливая самолета или выстреливая с земли устраивая такой фейерверк там наверху разбрасывая много маленьких кристалликов на которых образуются очень быстро большие кристаллы льда эти большие кристаллы льда вокруг себя сильно охлаждают воздух и там еще быстрее идет конденсация после чего эти кристаллики становятся большими тяжелыми они начинают падать вниз по дороге неестественно плавятся превращаться в капли воды и выпадают дождем вот это действительно работает это возможно и это можно применять например если мы хотим не только расчистить небо но например получить эту воду которая находится в тучи вот прямо здесь сейчас например если мы не хотим чтобы эта туча ушла к соседям чтобы эта вода досталась на на самом деле постоянно ходят слухи что израиль совершает такие манипуляции с облаками на самом деле в израиле действительно немножечко устраивается экспериментальные полеты и засевание облаков над озером кеннерят но это все очень далеко от каких-либо промышленных масштабов и в целом работает не очень предсказуемо и устойчиво но заданем другой вопрос а что если мы хотим чтобы облако ушло к соседям или наоборот чтобы это облако прошло как можно дальше это туча перед тем как из него выпадет дождь на самом деле это нужно главным образом вот почему большая часть дождя в местах которые по-настоящему засушливы такие как крым кавказ израиль калифорния побережье китая это места где дождь выпадает зимой зимой море теплее суши и поэтому облака которые движутся с моря и несут влагу и несут дождь они начинают зачастую дождить не доходя до берега потому что подходя к берегу они попадают в более холодные слои воздуха потому что море помнит еще летнюю температуру из большой теплоемкости воды поэтому очень часто я впервые это видел еще мальчиком в крыму и это можно наблюдать в израиле и это видел сочи например когда стоит стена дождя прямо в нескольких километрах от берега очень близко потому что фронт облаков именно в этом месте уже достаточно охладился чтобы он начинал дождить эту жалко это наша вода и вот она выпадает прямо обратно в море где ее уже не используешь поскольку она соленая поэтому мысль и задача которая стоит в этом месте это как сделать так чтобы эти облака не выпадали раньше времени для этого естественно нужно понять собственно а из чего состоят эти морские облака и главная вещь которую стоит про них знать это то что морской воздух очень очень чистый пар не может конденсироваться в чистом воздухе для конденсации пара в капельке необходимо чтобы существовали твердые частички которые являются центрами конденсации в чистом воздухе над морем их очень мало в воздухе над городом их от тысячи до нескольких тысяч как правило это кусочки автомобильных шин которые стираются от того что машины ездят если нет городе какой-то промышленности а в море 20 30 50 таких частичек в кубическом сантиметре и поэтому те облака которые образуются над морем они состоят из небольшого количества крупных капелек поэтому идея которая у меня возникла наверное не только у меня я думаю что и других людей эта идея возникала это то что нужно сделать так чтобы там в этих облаках было много маленьких капелек тогда эти маленькие капельки будут долго падать. Дело в том, что скорость падения капли, она пропорциональна квадрату размера капли, потому что вес пропорционален кубу, а сила сопротивления, которая каплю тормозит, она пропорциональна только первой степени размера. Поэтому скорость капли пропорциональна квадрату размера. Капля, которая в два раза больше, падает в четыре раза быстрее. И идея, которая у меня возникла, она заключается в том, что где-то недалеко от берега нужно построить платформы, которые будут засевать пролетающие над ними облака твердыми частичками. Проще всего это сделать дымом. Вот. Мне, правда, предлагал приятель взять двигатель от списанного МИГа и поставить его, естественно, вверх соплом, так, чтобы этой струей засеять облака на 4-5 километра вверх. Это возможно, но связано с разными другими сложностями. Но вот идея заключается в том, что мы засеем эти облака, эти маленькие капельки, они будут долго сталкиваться друг с другом, создавать большие капли, у них маленькое частое столкновений, и они сами очень-очень медленно падают, и это позволит нам сильно увеличить время жизни облака. Мы не можем рассчитать это. Это очень-очень сложно. Я, как теоретик, могу делать простые расчеты про какие-то элементарные процессы, но рассчитать такой сложный объект облака вместе с турбулентностью внутри я не могу, и никакой современный компьютер не может. Поэтому следует полагаться на данные наблюдений. И имеются эмпирические данные, которые показывают, что может быть эта идея не столь фантастична, как она кажется на первый взгляд, а именно данные, которые я видел и анализировал, это данные по городу Лос-Анджелесу. В Калифорнии ровно такая ситуация. Имеется Тихий океан, после этого, после Тихого океана имеется небольшая часть плоского побережья, потом хребет, а за ним долина. И имеются у нас данные за почти 200 лет постоянных записей, сколько выпадала осадка в разных местах на побережье, в горах и в долине. И то, что мы видим, это то, что пока не возник в мегаполис город Лос-Анджелес, то в основном дожди выпадали, как бы мы этого и ожидали, или прямо возле берега, или прямо на берегу, или когда облако начинает карабкаться на хребет, оно попадает в более холодный воздух и дождит здесь, и никогда не выходит в долину, которая находится за хребтом. Однако, по мере создания мегаполиса Лос-Анджелеса, в котором стали появляться огромные дома и огромное количество автомобилей, которые стали засевать воздух вокруг стертыми кусочками резины с их шин, то, что мы наблюдаем в 20 веке, залога до всякого глобального потепления и до всего, мы наблюдаем постоянное увеличение дождя на самой верхушке хребта и далее в долине. Это одна из вещей, в частности, которая позволяет сельское хозяйство в долине. И этот эксперимент, поставленный природой, на, естественно, огромном масштабе, он показывает, что это, конечно, возможно. Другое дело, что для того, чтобы это делать в промышленных масштабах, конечно, это вещь, которую я эту идею даже не патентую, потому что это не вещь для частного бизнеса, это занятие для государственных программ или для программ отдельных штатов и стран. И здесь нужны, конечно, пилотные эксперименты, в которых можно по-настоящему отработать, потому что облако – это очень деликатный объект. Оно на самом деле влияет на огромное количество разных вещей, начиная от альбедо поверхности, над которой оно проходит, какие там конвективные потоки под ним, которые сильно зависят от альбедо поверхности, оно сильно влияет от того, что на него попадает сверху, какой солнечный свет, если еще облачное одеяло над ним или на самом деле до стратосферы, все открыто. Есть в этом деле очень много параметров, и не надо думать, что это просто. Однако же мне представляется, что это совершенно реальное и возможно. Это не идея сегодняшнего дня, но очень хочется надеяться, что это не идея после завтрашнего дня. Облако – естественный способ транспортировки воды на большие расстояния. Если мы сможем это делать, если мы сможем, например, переваливать воду через горы в Крыму, туда, где вода и дожди совершенно не нужны отдыхающим в Ялте, но зато они очень нужны фермерам, которые находятся за хребтом в долине, если мы научимся переваливать облака через хребты, то, безусловно, мы сможем обеспечить водой тех, кому она нужна, и вода, безусловно, является главной жидкостью 21 века, и, безусловно, если у нас и есть угрозы войн, то они, конечно, уже не из-за нефти, а из-за воды. Но вот облака, мне представляется, это будущее массовой транспортировки воды, и очень может быть, что кому-то из вас удастся это будущее реализовать. Спасибо. Самые мощные в мире лазеры изготавливают у Ливермойской национальной лаборатории в Америке. Физики оттуда недавно обратились ко мне с вопросом. Вопрос такой, если установить их мощный инфракрасный лазер на спутник и светить сверху на облака, что можно сделать с облаками на пользу людям? Продолжение следует...